Я сейчас у другого стадиона, здесь тоже полно людей, они занимаются. Вот только что мужчина пробежал. Вот там мальчишки, по-моему, подтягиваются или готовятся подтягиваться. Мужчина бежит. Естественно, все внесено забором. Вот там раньше был вход, он заварен сейчас. Но вот здесь как раз есть калитка, она просто в другом месте находится. Наши пущинские красоты. Почти подошла к подружке, она сказала, что они немножко задерживаются, потому что мы решили покушать, обкакаясь. У нее грудничок. Вот, сейчас мы пойдем гулять. А вот там заповедник. Это лес уже на той стороне реки. Вот, там везде очень красиво. Вот я уже замечаю, как дрожит изображение, и меня это уже раздражает. Селфи-палочкой, конечно, по-другому. Там сразу стабилизирует. И хорошо. Возможно, вот здесь. ПошL. И... Ну, не- Lum. А, я что, sage. Spin, и... Моги-палочкой, не- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне сказали, что у них гарантия на аксессуар две недели. Две недели-то по-любому уже прошли. А чека, вот, кстати, действительно не нужно. И в случае чего, если гарантийный случай, то можно и без чека вернуть товар, потому что они пробивают номер покупки, по артикулу. В общем, у них там есть какой-то номер. Если что-то случится у вас с каким-то гаджетом, не знаю, меня видно, нет, то можете его возвращать даже без чека, даже без упаковки. Должны принять. Вот, так сказали. Но, к сожалению, в моем случае две недели только гарантии, в общем, тысяча рублей в трубу. А не надо было ломать. Вот, вот и все. Ну, в общем, либо купить такую же за такую же тысячу, либо купить другую за полторы. Вроде бы она получше. Хотя чем получше? Там, кстати, Wi-Fi. Ну, Wi-Fi сообщается с телефоном, но это, по-моему, только дополнительные сложности какие-то. Ну, ладно. Меня, в принципе, в первую очередь интересует прочность конструкции, насколько это вообще вещь долговечная. Потому что вот так вот раз, чтобы ломалось, это, конечно, не дело. И есть что-то несправедливое и неправильное в том, что так быстро заканчивается эта гарантия. Потому что сломалось эта штуковина явно не потому, что у меня кривые руки, а потому что, ну, в принципе, такая конструкция. Потому что я ничего такого не делала, не ломала там, не дубасила никого этой палкой. Просто использовала по назначению, не более того. Ну, в общем, посмотрим, что с этим делать. Пока я не получала никаких комментариев по поводу того, какую лучше палку приобрести и где. Время стремительно сокращается. Но я подумаю до завтра, приму какое-нибудь решение, какую, собственно говоря, мне купить. Ну вот. Подружки, кстати, дни рождения. Звали сейчас посидеть, покушать тортику и всяких угощений. А я не согласилась. А я сказала, что я вечером тортики не ем. И меня сейчас аж распирает от гордости на совершенный подвиг. Ну, а что делать? Какие тортики могут быть по вечерам? Сидеть. Соблазняться, отказываться, еще что-то. Ну, я посчитала, что это лишнее, к тому же у меня еще какие-то дела есть. Хотела засветло успеть делать, но вот уже темнеет стремительно. И главное, отметим, что меня царицами соблазняли, но не поддался я. Они-то, кстати, с мужем бывали в Питере. Там вот брат живет у них, брат мужа. Они были в гостях и жили там какое-то время. Она тоже сказала про океанариум. Она сказала, что в Эрмитаж очень большие очереди. В принципе, ей так, как она говорит, город не очень понравился. Ей как-то больше вот Москва. Говорит очень много объявлений с рекламой проституток на асфальте. Причем говорит, что в Москве обычно рекламируют... Ну, там слова какие написаны тут вот реклама. Там клопы, клещи, тараканы, насекомые всякие, номер телефона. А в Питере там досуг, там на час, все такое. Ну, приедем, посмотрим, проверим. И еще говорит, что там очень мало зелени в центре, очень мало деревьев, такие вот каменные мешки. И как-то вообще... Ну, ей не понравилось. В общем, ее такое мнение. Вот, под фонарем поставил немножко. Говорит, что вот жить там она, наверное, не смогла. Ну, многие отмечали, что в Петербурге есть, конечно, депрессивные нотки. Ну, Достоевский, например. Вот. Но все проверим. Надо посмотреть. Тоже советуют на кораблике покататься. Говорит, интересно, довольно холодно, говорит. Очень холодно. Ну, и так тоже по улицам погулять, побродить. Самая, конечно, тема, без какой-то конкретной программы, а просто для впечатлений, для для своего собственного опыта. Я вот, знаете, такой вот нелюбитель экскурсий там организованных, потому что где-то хочется подольше задержаться, откуда-то наоборот побыстрее уйти, где неинтересно. Еще сейчас в предвкушении поездки. Думаю, как, что брать с собой, как там питаться, как это портос. Я согласен на эту поездку только в том случае, если мне обеспечат нормальное питание. Тоже, как вот в поезде волосы вымыть. Как? Я читала, что где-то есть привокзальные такие душевые кабины, что можно принять душ даже, если с проводником договориться. Вот. И на закуску покупочки кефир. Предлагали по акции, взяла. Посмотрим, как он по вкусу. Вареничка. Абрикосовая. Малиновая. Тоже обожаю вареньги, как и Глебыч Александр, с которым, надеюсь, в скором времени мы встретимся. Сметана для похудения. Помидоры. Ой, один все-таки испорченный. Я их щупала-щупала. Проверяла-проверяла, но один все-таки испорченный. Но вроде так не сильно. Я эту штучку вырежу. И так-то он плотненький. Молоко. Еще раз молоко. И морковка. Вот с таким смешным зайцем. Тоже вырастили ее в Израиле. с великим сердцем, как написано. Морковь от самого сердца. Немножко портится начала, потому что у них там внутри скапливается влага. Несмотря на то, что в таком пакете должны быть отверстия. Но она очень вкусная, правда. вот я ее как раз сразу стараюсь начистить, положить в контейнер и в холодильник, чтобы она была под рукой, в заступности, не портилась, и чтобы рука в нужный момент тянулась именно к морковке, а не к чему-нибудь другому.